Друзья, в этом видеокурсе мы сошьем наш абсолютный хит Платье с рукавом реглан без выкройки, которое отлично сядет на размеры 40-52 Это модель с историей Я нашла платье в магазине, которое мне очень понравилось В примерочной замерила размеры основных деталей, основы и рукавов И сшила подобное Модель можно носить без пояса, с различными вариантами верхней одежды В общем, платье стало абсолютным хитом и его сшили многие наши ученицы Как всегда, сначала построим схему прямоугольников, используя свои мерки Далее сделаем прямоугольники из ткани Следующим шагом – карманы в основе Шить можно и на обычной шлейной машинке и с использованием оверлака Далее научимся измерять реглан И одним махом сделаем его и на рукаве, и на основе Сначала платье выглядит очень забавно, но буквально пару складок и все встает на свои места Следующий урок посвящен горловине И независимо от размера, платье сядет по спинке благодаря длинному защипу Перед также формируем по себе с помощью складки Горловина обрабатывается очень просто полосой, в которую вставлена резинка Также резинка дублируется и на рукавах Пояс сделаем длинный, частично дублированный по линии талии Вот и все! Стильное универсальное платье на любой сезон и любой случай жизни готово! Вся информация о приобретении видеокурса в описании под видео Друзья, рада вас приветствовать на нашем курсе И в этот раз мы сошьем с вами одно из самых популярных платьев среди наших учеников Одно из самых универсальных, удобных и любимых мною вариантов модели Без выкройки, быстро и просто Ну а в этом видео я подробно расскажу о модели Кому она подойдет, с чем ее носить Какие ткани можно использовать Как точно рассчитать ткань Ну и конечно же о составе курса Итак, модель платья я подсмотрела в магазине Она мне очень понравилась своей простотой и лаконичностью Это прямое платье с рукавом реглан Прямо в перемерочной я сделала замеры И оказалось, что ширина прямоугольника основы соответствует ширине ткани Это полтора метра И нужно отметить, что я очень люблю такие понятные и экономичные модели Сзади у платья была отрезная кокетка Но я ее заменила складкой, которую прострочила И получилась вот такая красивая спинка Спереди платья было собрано в мелкую сборку Но я также это заменила и предпочла сделать большую складку Но вы можете сделать и мелкую сборку Горловину сделала самым простым способом Полоску и резинку В этой модели это смотрится уместно и лаконично Так как ширина платья 150 см Реглан и горловину мы делаем каждый по своему размеру То для размеров 40-52 см это платье хорошо садится А также подойдет беременным Но если ваша фигура больше 52 размера Вы просто можете сделать эту основу шире В курсе я это не рассматриваю Поэтому вам придется самим взять ткани больше Если вы хотите и попробовать сделать шире Но еще раз повторюсь Для размеров 40-52 см эта модель сидит очень хорошо И на каждой из моделей мы пробовали это платье Рукав я предлагаю сделать стандартной ширины и длины Шириной 45 см и длиной длины 75 см Но также вы можете сделать рукав и 3 четверти и короче Ну и наконец длину платья вы регулируете сами Она может быть любой Так как платье выполнено из достаточно тонкой струящейся ткани Данная модель платья хорошо смотрится и на невысоком росте И при объемной груди Я с уверенностью могу сказать Что эта модель универсальная всесезонная Хорошо смотрится и с поясом и без С различными жакетами, кардиганами и пальто Ну а для нарядных образов вам стоит одеть каблуки Взять небольшую сумочку или клатч Добавить его украшениями И вы будете блистать на любом светском мероприятии В данной модели я рекомендую использовать плательные легкие струящиеся ткани Вискозы с добавлением синтетики, шелк Ну можно просто синтетические ткани, которые струятся Это важно В данном курсе я для себя использую плательную ткань Вискозную с добавлением синтетики Такая ткань очень комфортна в носке Но вместе с этим не так сильно мнется И вообще у нее в данном случае крэш эффект То есть она изначально такая немножко мятая Поэтому очень легко ее будет в дальнейшем обслуживать Также по опыту хочу сказать Что вот на такой пестрой ткани не так видны заломы И вы тоже можете использовать ее, если переживаете, чтобы не ходить мятами Ну и в принципе я пробовала шить эту модель и в более плотной шерстяной ткани С добавлением синтетики Сейчас вы ее видите на экране Я ее носила и с поясом и без И так же выглядит это очень хорошо И вместо горловины обычной я сделала стойку Как всегда рекомендую вам сначала следовать курсу Шить базовую модель из тех тканей, которые я рекомендую Чтобы уж наверняка оно село, получилось и вы были счастливы А затем вы уже сообразите И возможно вам захочется поэкспериментировать С длиной, с рукавами, с тканью, с горловинами И с различными, может быть, размерами Итак, нам понадобятся ножницы, сантиметр, булавки, швейная машина или оверлок, резинка, маркер, ну и еще дублерин в пояс и листочек бумаги Не переживайте, если у вас нет оверлока, вы сошьете все точно так же на швейной машине Обработайте зигзагом и будете счастливы, что у вас новое платье И, кстати, у нас есть несколько учениц, которые принципиально шьют на руках Модели не такие сложные Это, конечно, здесь чуть больше швов Но, тем не менее, шьют и тоже радуются своим творением В первой лекции, она тоже открыта к просмотру Мы сделаем схему всех прямоугольников по своим меркам И также вы поймете, сколько точно ткани вам понадобится Далее мы сделаем все прямоугольники из ткани Следующим шагом сделаем карманы в прямоугольнике основы Далее без выкройки сделаем рукав-реглан и пришьем к основе Следующий урок посвящен защипу сзади и складке спереди, а также горловине И завершающее видео – это обработка рукавов пояса и низа Дополнительное видео посвящено шлевкам из ниток, чтобы пояс хорошо сидел на талии и не прыгал Итак, вы следуете за мной по видео Они очень удобные, информативные, чтобы вы не устали И спустя какое-то время у вас получается платье Платье – это особая магия для женщины Поэтому будьте счастливы, шейте и благодарим вас за доверие Ну а теперь давайте сделаем наглядную схему всех прямоугольников и рассчитаем ткань Ширина ткани может быть 150-140 см Вот это я обозначила кромки Первым делом измеряем длину изделия Она измеряется от ключицы с учетом объема груди до нужной длины У меня длина миди – 120 см Отмечаем эту мерку вдоль кромки Это и будет прямоугольник основы Следующая полоса шириной 20 см пойдет на карманы Четыре детали по 30 см и небольшой остаток Далее ширина рукава Она универсальная – 45 см Вот здесь будет сгиб И эту полосу мы поделим пополам на два рукава Каждой длиной 75 см Но обратите внимание, если у вас принт То нужно вдоль кромки отмерять длину рукава То есть 75 см Далее отмечаем две полосы шириной по 12 см Это пояс Каждая будет сложена вдоль вдвое Пояс будет длинный – 3 м Ну и последняя полоса – горловина Шириной 6 см Складываем все величины, чтобы понять нужное количество ткани Итак, расчет ткани Длина изделия плюс 95 см Если вы, как и я, прибавляете ширину рукава И следующий вариант Длина изделия плюс 120 см Если вам необходимо прибавить длину рукава из-за принта Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова